Шалом! Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не бывает никаких нищих духом. Это выдумка. Есть блаженны нищие духом, потому что имеют Духа Святого, и поэтому у них есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И в Евангелии от Луки так и написано. И Он, возвед Отче Своей на учеников Своих, говорил, блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Там слова духом в оригинале нету. Это в синодальном переводе. Исправьте, пожалуйста. Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие. И дальше там написано. Напротив, горе вам богато, ибо вы уже получили свое утешение. Потому что богатство это маммона. И кто имеет маммону, тот не имеет Бога. Не можете служить Богу и маммоне. Есть Дух Святой, а есть деньги. И это противоположность. Имеешь много денег, имеешь мало Духа. Имеешь много Духа, будешь иметь мало денег. Потому что весь мир будет против тебя. Дьявол, который господствует здесь, будет против тебя. Он не даст тебе заработать то, что ему принадлежит. Апостол также говорит. Послушайте, братья мои возлюбленные. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которые Он обещал любящим Его? Бедных Бог избрал быть богатыми верою. Вера дает нам принять Духа Святого. И поэтому бедные, блаженные, имеют Духа Святого. А богатые этого Духа не имеют, потому что имеют баммону. И вот это как раз причина, почему избавлялись от имений своих в Первой Церкви. Продавали имения, раздавали деньги нищим, потому что хотели иметь Духа Святого. А когда сегодня христиане хотят иметь больше денег, то они хотят иметь меньше Духа Святого. Но они получают баммону. И вот отсюда мы можем понять, какова величина, какова глубина современного заблуждения христианства, которое совершенно не понимает практически поголовно вот этот один простой стих. Блаженные нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное. Уж чего только не говорят, кто такие нищие Духом. Но нету, нету никаких нищих Духом. Есть блаженные нищие, которые имеют Духа, ибо их есть Царство Небесное.